всем привет с вами меха мы на канале жиру капец сегодня у нас 1 сентября 2020 года у меня сегодня праздник такой своеобразный то что максима я в школу отвел это обыденность уже в третий класс у меня а у меня сегодня два года как я официально начал худеть начал я где получается два года назад 1 сентября официально у меня есть подтверждение видео где я с ребятами поспорил и с первого сентября за месяц я похудел на 10 килограмм начал я худеть дня на 4 раньше так получилось я собрался говорить вот я похудею ты не сможешь это сделать как обычно все говорят что похудеет ну я смог это сделать на 10 килограмм потом за три месяца у меня было уже 20 килограмм потом 30 35 40 минус 43 килограмм потом я удержал свой вес получается спокойно хожу удерживаю без голодания вот у меня ребят кто не знает как посмотрите ниже видео там у меня 85 дней моего меню как я питаюсь вкусно разнообразно сытно и при этом держу вес вот видите сейчас я вот такой хугой а был 123 килограмм с большими проблемами со здоровьем теперь я вот такой стройный веселых счастливы смотрите давайте поговорим сегодня в такой день о том какие я получил плюсы от того что это первое я лежал пластом и уже ходил с инвалидной палочкой у меня проблемы с ногами у меня половину вен вырезана на 12 швов на ногах а вторая половина вен со временем тоже воспалились и у меня вены вот такие как вот это толстый как палец а потом открылась трофическая язва на двух ногах которые не заживали меня начали лечить там прошла бешеная аллергия на все лицо было вот такое как будто меня пчелы покусали это это такой я потерял работу поймать и я был в таком страхе напуган вот я понял тогда что если я что-то не сделаю я сдохну потому что уже недалеко бы вы сами знаете кто разбирается немножко трофические язвы не заживают не заживают их лечат лечат потом туда попадает инфекция начинаются всякие проблемы другие гангрена отрезают одну ногу потом вторую ногу и ты короче уже не желез на этом свете без ног и это люди живут ну я не знаю не знаю как бы это это нереально это не пережить поэтому я сказал себе стоп побежал к одному врачу ко второму третьему меня заслуженный хирург у нас папа ногам сразу все через три дня операцию тебя уже записываю мы с женой такие говорим а сколько это денег будет стоить жена спрашиваю а сколько денег операции а он такой поворачивается ей говорит завтра твоему но мужу ноги отрежут ты тогда узнаешь сколько это стоит мы такие шутки но угарим хотят примерно чтобы знать там ну вот он там говорит сумму я не буду озвучивать это никому не надо мы такие ну хорошо согласны было то сумма деньги мы выходим идем таки в шоке пятницу уже через три дня на операцию это все было вот перед первым сентябрем это было ну где-то получается 20 22 августа вот так где-то вот уже я иду к другому врачу прихожу к нему и показываю результаты анализов медаль что мне срочная операция нужно и он такой да а я ему не говорю что у меня операцию уже назначили на пятницу через три дня он такой посидел посмотрел по кумеку говорит ну выходим выходим давай то-то то-то попробуем то-то он мне прописывает лекарства говорит надо посидеть на диете потому что у тебя вот пошла аллергия и нагрузка наверное тогда на диете вот там то не жареное не кушает а ну как обычная диета понимаете я говорю хорошо хорошо все он мне выписывает рецепт лекарства я говорю уже когда он все это сделал я говорю а вот тот заслуженный врач украины сказал мне через три дня на операцию юрис он договорок а что ты мне не сказал я говорю ну а зачем вам что-то говорить вот те же анализы вы смотрели которые он получается у вас по анализам можно выходить эту болячку а у него нельзя выходить у него срочно операция он говорит ну ты должен был мне сказать я говорю ну должен был но вы сказали что вы давайте говорю попробуем выходим потом я во я вас говорю от благодарю все как положено сделаем а потом если вдруг у нас не получится когда уже пойдем на операцию ну хорошо все и мы начинаем лечение я начинаю убираю все жареное вот это ну жить хочется ребят начинаю немного надеять и пацанам там на работе говорю ребят все а решил похудеть они горит а это нереально это все так решают потому что я уже спорим они говорят спорим я за месяц похудею на 10 килограмм они верят и не похудею на 123 килограмма тогда да даже больше было но я говорю вот на официальный на день спора это было 30 августа получать перец у меня было где-то 29 30 августа у меня было 123 килограмм то есть больше было 125 килограмм а вот уже на 1 сентября когда была контрольная грешень у меня было 123 килограмм я начал худеть смотрите мы поспорили с ним с ними что если я выиграю они мне дарят action камеру кстати сразу скажу результат вот вы сейчас видите меня именно в эту action камеру сразу вот и кто посмотрит увидит какое качество было до этого съемки на телефон у меня голимый китайский телефон и теперь когда у нас качественно даже вот сейчас уже года пару два года прошло она до сих пор работает отлично качество спасибо ребята за то что вы мне подарили эту классную камеру за то что вы мне не поверили а я все-таки это сделать смотрите что дальше происходит я вот это выигрываю спор у них люди залечиваю раны все-таки мы с тем доктором еще там дерматолог подключился мы вылечили раны без операции начали заживать ран начал я ходьбой заниматься сначала вот не поверите приходил ноги бинты снимал мыл ноги аккуратно чтобы потому что на рану туда не должно попадать ни грязь ни этого можно заражением все и новые бинты накладывал потому что те в крови были от от прохода и о каких десяти тысячах могла быть идти речь когда я говорю я пять тысяч и у меня сто двадцать три килограмма проблемы с ногами я с палочкой вот так вот бродил поэтому когда кто-то мне говорит что у него проблемы мне рассказывать не надо я знаю что такое проблемы и я знаю что такое я хочу выжить поэтому ребят я никого не у кого-то хуже проблемы жалейте себя как хотите ребят люди вообще без ног ходят не рассказывать мне сказки что вам я не знаю есть случай конечно вот например там знакомым операция на колено поменяли на искусственность и там не нельзя было давать нагрузку остальные все я ну есть конечно там прямо не разрешают врачи ходить но это тогда надо ложиться и умирать найти если что а если вы идете в магазин чтобы чтобы купить себе еду чтобы набрать лишний вес то я даже не хочу слушать что вы не можете ходить вы идете за едой будьте добры идите чуть-чуть тренируйтесь смотрите дальше я начал худеть мне становится лучше меня тоже больные колени из-за лишнего веса ты худешь ты становишься легче ноги укрепляются мышцы обрастают становится в тонусе и вам уже легче и вот вроде месяц назад вы лежали пластом инвалид вам ходить нельзя было а сейчас смотрите вы ходите хоть хоть извините вам нельзя ходить потому что у вас 150 килограмм конечно такая нагрузка а некоторые у нас фитнес тренеры надо утром пробежку делать быстро похудеть и убийцы понимаете убивают никаких пробежек никого не слушайте никаких жутких приседаний с вашим весом вы убьете колени себе и потом на всю жизнь инвалидом на стать думаете головой в конце концов смотрите что дальше вот похудел я так как так и так что мы говорим сегодня о плюсах я как всегда заведусь у вас ругать чтобы собрались для каждое видео мотивация понимаете для вас чтобы взяли потому что у меня у самого силы воли нет вот она нарабатывается по чуть-чуть шажочки один второй третий шаг и потом вы сейчас смотрите а на самом деле я говорю я ползал я хотел кушать я подъедал я делать все то же самое что и вы потому что я тогда не был опытный я вам для этого и послан вот сейчас все кто меня смотрит я вам для этого и послан чтобы вы перестали слушать всех кто там говорит налево направо а просто задумались и сказали вот все вот те говорят они похудели сами а этот говорит он похудел понимать когда вы сможете доктора там я не знаю иванова доктора ковалькова у которого у самого лишний вес и он имеет клинику и лучше вопрос на засыпку как человек который имеет клинику по похудению имеет прилично лишнего веса можете там для говорить вот он ему так комфортно это не может быть так комфортно если я фитнес-тренер я должен выглядеть на фитнес-тренера а не на толстого мужика с сигареты который будет рассказывать ты давать те упражнения делать их давайте вам такой если вы в спортзал пришли заметить вам подошел тренер который будет вам рассказывать объяснять вот эта штанга для того делайте такие упражнения вы всегда посмотрите на него если это жирный тюфляк какой нафиг он 3 даже если он бывший там чемпион мира по поднятию штангу если человек не держит себе форме он не может прийти и преподавать тебе вот этот он может быть как такой тренер знаете как вот футбольной команде ему не надо бежать он смотрит на поле он планы разработать а тут где-то должен помогать и показывать упражнения поверьте он должен иметь форму он сидит в спортзале это его работа как можно и если человек имеет клинику и не имеет фигуры то о чем можно говорить понимаете ну хотите слушать я как всегда никого не убеждая никого не лечу и никого не учу я расскажу свою историю вместе с весом у меня ушли проблемы с ногами раз проблемы с сосудами два проблемы с сердцем проблемы с одышкой это все взаимосвязаны на самом деле все все вот это у меня была изжога у меня я не мог спать по ночам из-за храпа ужасно у меня болела рука правая не поднималась из-за веса у меня грыжа в спине она видать давила из-за того что мне все болело я не занимался естественно ничего я вот эту руку практически поднять не мог вот так понимать ушли у меня проблемы в плечах грыжа стала меньше боли потому что я закачал вот ребят мышцы и все есть понимаете я ни дня не был в спортзале спортгородок на улице и зарядка домом и я еще раз своим видом доказал что есть у вас нету денег на спортзал или вы вот принципиально не хотите ходить то и не надо все это можно прокачать дома отжиманиями зарядкой с резинками без резинок гантельки купить все это можно сделать дома понимать диетолог вам нафиг не нужен потому что диеты не работают я это объяснял предыдущих видео посмотрите почему как дальше буду рассказывать про питание еще какие хитрости какие лайфхаки я применял чтобы держать себя в том и знаете вот сейчас с высоты как говорится двухлетнего опыта я вам честно говорю я первые три месяца худел неправильно если бы я сейчас купил если бы у меня был такой дядька вот знакомый который вот реально похудел и мне подсказывал я бы похудел еще лучше у меня и так вы видите вот знаете как все трусят а у них вот тут вот такие вот мешки сразу уже видно это большие описание на руках у меня их нету у меня их нету на животе у меня вот знаете если я склоню сильно сильно наклонюсь вы знаете вот шкура вот так немножко висит дрябло вот так когда я хожу видите у меня ничего не висит ничего не трясется уже ну сформировалась фигура сейчас я занимаюсь тем что убираю последний там пару килограммчиков я походил удержал вес очень долго удержал вес чувствую себя отлично состояние здоровья хорошая еда вы видите у меня шикарно удовольствие все есть будет по идее очень хорошие пару видео впереди поэтому кто не подписан ребят подпишитесь поставьте лайк нажмите колокольчик чтобы быть всегда в курсе будет столько интересного я вам рассказываю то чего вам не говорят не диетологи не фитнес-тренеры которые все немножко заняты своей работы понимать к тем приходишь те говорят приседай этим приходишь говорят то-то-то нельзя не доедай понимаете потом вы сейчас появилась еще новая психология и так далее психологи с вами работают и начинают у вас конвульсивное переедание вот этих по на придумывали опять же вспомните как раньше ты жрешь или не жрешь какие вот эти да красивые слова понимаете это опять же сделано для того чтобы зарабатывать на вас деньги они опять давайте мы сами будем у нас есть свой мозг мы никогда раньше в своей жизни не ходили без психологов и психиатров все нормально жили вспомнить это пришло к нам опять же от бизнеса из америки делали у каждого свой психиатр они ходят ему там раскрывают душ у нас как собрались с девочками собрались с ребятами выпили водочки выговорились выплакались не хотите водочку чайку попили поболтали с подружкой у нас проще за границей во многих странах нету такого вот знаете это кто сможет меня это у русскоязычных наш менталитет вы получаете идете вот мимо вот например вот в этом доме живет саша мой друг я иду прохожу и беру набираю санты дома уже там дома например или нет я сейчас заскочу он говорит давай без проблем все это у нас нет у них в америке нету такого ты идешь мне захотел саша заскочить в гости и заскочил нами сидишь у него потом два часа потому что у нас вот такие люди гостеприимные общительные и так далее ну что я вам скажу ребятки давайте худеть и очень хорошо очень чувствую себя знаете по всем параметрам восхитительным просто это волшебно это новый мир который я когда-то чуть не упустил и не потерял теперь я вот знаете мало того что удержал я теперь еще и буду улучшать себя получать свое питание улучшать свое здоровье и помимо этого я еще смотрю теперь чтобы у меня семья заранее я обучаю ребенка понимаете чтобы вот мы сейчас вот в школу пошли и вообще не в школе там друзья мы видим как и многих детей уже вот с этого возраста вот максимум 9 лет поят кока-колы кушают они чипсики сухарики вот весь этот непотреб шоколадочки каждый день вот эти не с настоящего шоколада с молочного вот эти искусственные химия кругом понимаете все полуфабрикаты везде сюда и они уже имеют многие лишний вес и проблема уже желудком у многих они там по всем просто идет уничтожение я не знаю нации нас не хотят нам понимаете если пишут какие-то хорошие полезные продукты то они сразу стоят кучу денег хотя и там обманывают там обманывать будет у меня передач про это про красную рыбу которую типа нам полезно кушать которые совсем уже давно не полезно если вы на камчатке живете там она полезна еще осталось наверное а вот это которая приводится с норвегии выращена в ваннах как говорится на комбикорме химическом понимать полезности в ней ровно столько же сколько и в этих курочках которых выращивают и колят всякими антибиотиками всякой гадостью но у нас нет другого выбора поймите у меня негде взять домашнюю курочку у нас которые есть знакомы как только они везут курочку именно тех которых мы знаем не которые выращивают тоже на химических кормах понимаете а те которые мы знаем мы сразу заказываем себе и сразу варим с ней супчик кушаем это мяско души вкусненько понимаете и прямо кушаешь и удовольствие она не такое мягкое она немного жестче но так мы знаем что это здоровье это натуральный продукт понимаете очень-очень переживаю за наших детей мы свое время выросли вы помните было масло хорошее у нас молоко было кругом хорошее ну не знаю я роза у нас яблоки были без химии с червячками там я не знаю все было домашнее все натурально все классное без всякой сейчас все парникова все химическое ладно все не буду облахом бы как завожусь обидно просто за страну принимая сильно близко к сердцу и за вас я переживаю мои дорогие кто на меня подписан и кто не подписан тоже вот я посмотрю вот последние видео у меня 60 процентов просмотров там же у нас статистика без подписки без лайка понимаете сидят смотрят ребят я считаю что человек работал человек снимал я всегда вот клянусь вам я смотрю и там вот говорит кто-нибудь ребята поддержите поставки если я смотрю это видео него нравится мне или не нравится я ставлю лайк я там за все время только пару дизлайков поставил это просто просто человек нес фигню я поставил люди видишь одну фигню полную остальным всем неважно качество видео не важно человек работал человек старался человек снимал он с меня денег не берет попросил поставить лайк это не тяжело ребят поставьте лайк и напишите комментарий чтоб я видел что вы со мной мне вот этот каждый комментарий посмотрите вот кто не знает посмотрите я отвечаю комментарии практически все я понимаю что чем больше у меня народу тем тяжелее мне но я практически все насколько могу отвечать но люди у нас ленивые вы у меня лодыри лентяй такой же как я понимаете но я не такой я когда хотел похудеть вот я нашел пару человек который мне интересно я все их не ведет пересмотрел все до одного понимать все просмотрел все прошло или вот если мне нравится что говорит человек я настроился он меня смотивировал зайти но опять же это такая внешняя мотивация маленький пинок толчок пендель волшебный как говорит но я он не приятен он не интересен я впитываю информацию я не беру все наверх например я смотрел ярослава брина все все его серии все его видео я кругом подписан везде у меня ему лайки поставили хороший парень молодец толкова бить смотрел я алексея ворона много тоже всегда ему ставлю лайк хотя он на интервальном голодать периодическом он рассказывает много помимо этого дает информацию общих и если я не принимаю интервальное голодание по своим принципам я никому не говорю что это нельзя она очень даже выгодно и полезно для многих но по моему факту она мне не подходит поэтому я не беру него но зато беру много информации о том что кушать что и что и по витаминам у него очень много он уже дипломированный диетолог у него есть как бы право до давать и рассказывать что можно принимать что нельзя я такого не могу я только говорю что я принимала это мое право вы сами понимаете лечить себя я могу вас лечить и советовать вам не могу потому что я не знаю ни историю вашей болезни историю ваших если я говорю надо идти надо встать и идти но я могу не знать что у вас там нету ноги например или вы после операции по суставу а я я вам напишу блин что значит не буду идти иди и сказал вы возьмете начнете ходить и добьете свой сустав например например поэтому я не могу всем дать совет я даю лично свои советы по своему питанию по своей жизни как я выходил из этого 3 как я превратился в такого принца вот знаете честно хожу два года прошло я не верю я вот позавчера делали три дня назад делал видео где про мотивацию я там ставил себя в ролик я жену позвал гирала посмотри это я на я у ней незаметно похудел потому что она со мной живет это а вот те кто меня не видят они меня не узнают говорят голос твой а ну не миха понимать что 23 килограмма это горяха был а вот так а сейчас я такой привет голос все равно тембр голоса и речь акцент это все мои осталось но он стал чуть-чуть тоньше а я очень тоньше все ребятки вот авария было видеть все матеряться ну чуть-чуть цепанулись все видите вот как как легко испортить и себе день и кому-то день испортить вот одним движением бах и уже авария все не будем о плохом будем о хорошем дай бог всем здоровья вот так вот бывает ну хорошо когда я говорю так машина царапнула машину очень сейчас я не знаю как у вас у нас в одессе я вот смотрю статистику очень много сбивают и вот так уже есть у нас и знакомый один второй лично которых я знаю просто на переходе сбила машину уже машину видите сколько вот я стою разговариваю они вот стоят пробка пробка кругом каждый на машине и кто-то умеет ездить кто-то вообще не умеет ли все садятся понимаете едут но не знаю у меня нет машины я не люблю мне в городе вот по сути честно я в любую точку еду блин во первых я кругом пешком сейчас хожу во вторых если мне надо по городу у нас все в трамваях он трамвайчик пошел все в маршрутках все в троллейбусах любую точку я за пять минут так сиди думай там про бензин думая проект так я сел наушники вставился в трамвайчик сел а если где-то в районе там 5000 шагов 6 10 даже тысяч я вообще с удовольствием на ура бегут кишку все ребята заканчиваю на сегодня хватит болтологии побежал я есть куча дел вам пожелаю здоровья ребят главное здоровье вот не делайте глупости послушайте меня хоть утрат вы все равно уже сидели на 700 диета а в этот раз не садитесь на диету просто послушайте здоровье намного важнее любого вашего похудения вам достаточно для начала остановить вес задержать перестать нажирать я вам сказал попробуйте вот этот волшебный подмен на блюд и вы увидите он уже у вас стать добавим немного энергии потом я буду рассказывать и все и пойдет немножечко воды сольем станет легче наступит знаете радостное чувство вот это худеющего человека и все будет хорошо не делайте глупости не зажать не заряжайте калорий не пейте никаких порошков они вам не нужны не жрите никаких волшебных трав там или ягоды годжи нафиг они вам не нужны в организме это не наши ягоды они у нас не растут это просто маркетинг понимать просто бизнес большой огромный бизнес диетологи психологи фитнес-клубы магазины продукты спортивного питания спортивное питание это уже говорит о том что это для спортсменов вы не спортсмены вам она нафиг не надо все витамины все белки и вы можете получить с обыкновенных вкусных продуктов и у вас будет нормальная питание все люблю вас целую здоровья хорошего похудения пишите мне комментарии пока пока ищите нас на ютубе под хэштегом жиру к 5 подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии давайте худеть вместе мы сможем это сделать